Продолжаем большую тему. Завершение перехода душевный разговор. Отец-абсолют практики. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как вам научиться направлять разговор в нужное русло. Это настоящее искусство. Вести беседу таким образом, чтобы ваш собеседник плавно и незаметно для себя влился в поток вашей энергии и ваших интересов. Но происходить это должно естественно, без всякого напряжения с вашей или его стороны. И сейчас я дам вам несколько советов на эту тему. Первое. Никогда не перебивайте собеседника, даже если то, о чем он говорит, вам совершенно неинтересно. Лучше попробуйте понять, что волнует его больше всего, чем он живет, чем дышит, каков его духовный потенциал. Может быть в этом потоке слов вы выловите ключик к его сердцу, его душе, что и поможет вам перенаправить разговор уже в другое русло. А может быть вы поймете, что с этим человеком лучше не общаться вовсе и постепенно под каким-либо предлогом свернете разговор с ним. Параллельно вы можете провести практику вибрационного сканирования, что поможет вам проверить свою интуицию на чувствование духовного потенциала человека. Второе. Когда смотрите в глаза собеседнику, ведь их не зря называют зеркалом души, они никогда вас не обманут. В отличие от неискренней улыбки и прочих проявлений доброжелательности. Особенно важно это для тех, у кого еще недостаточно развиты тонкие органы чувств и кому пока трудно пользоваться вибрационной чакровой шкалой. Вспомните выражение «прячет глаза». Почему это происходит? Только потому, что интуитивно люди всегда чувствовали, что именно глаза могут предательски выдать их истинные чувства, которые они так тщательно прячут от окружающих. Третье. Отслеживайте свое внутреннее состояние, никогда не позволяя себе смотреть на человека с высока. Он обязательно это почувствует и тогда либо закроется, если он скромен от природы, либо выпустит иголки, будто ожидая нападения. В обоих случаях это не позволит вам вести душевную, доверительную, непринужденную беседу. Всегда помните о том, что ценен любой человек, встретившийся на вашем пути, независимо от возраста, образования, социального статуса. Каждый из вас в чем-то дополняет другого, ведь вы все частички единого целого, какими бы разными вы ни были. Четвертое. Не забывайте наполнять энергетическое пространство свое и своего собеседника энергиями высоких вибраций. Одно это поможет вам поместить человека, с которым вы общаетесь, в свое поле, которое является не только энергетическим, но и информационным, поскольку ваше сознание невольно наполняет его мыслями и эмоциями, являющимися для вас главным на данный момент. И последнее. Никогда не ведите долгих разговоров. Что опустошает человека даже в том случае, если тема для обоих собеседников важна и увлекательна. Помните, что во всем нужно придерживаться золотой середины. Передозировка информации так же вредна, как ее нехватка. Важно почувствовать момент, когда можно остановиться, дабы испытать легкость и удовольствие после вашей беседы, а не усталость и раздражение. На этом мы остановимся сегодня. Абсолют. Любящий вас безмерно. Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему душевный разговор.